Вы смотрите Вечерний Зефир, с вами студия Елена Панина. Здравствуйте! Я рада приветствовать сегодня в нашей студии адепта высшей магии, обладающей уникальным даром гадания, Ирину Никитину. Ирин, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, Ирин, мы всегда говорим, как правило, о случаях из практики, и в последнее время, как вы говорите, очень участились обращения, связанные с взаимоотношениями свекрови и снохи. И вот эти семейные взаимоотношения, когда, как правило, никогда сноха не может договориться со свекровью, вот в чем такие, как правило, проблемы в семье возникают и почему? Расскажите. Ну, давайте начнем с того, что, конечно, у нас, как всегда, говорят, как старо, как мир, да, взаимоотношения свекрови со снохой, это уже было, есть и будет, наверное, никак не могут договориться женщины наши, вот, но разберем несколько примеров и разберем, почему оно у нас так получается. Возьмем самую изначальную беду, если, допустим, молодожены начинают жить на кухне с одной мамой, допустим, ну, и две хозяйки на кухне, конечно, не могут договориться. Это первое. Ну, я, как всегда, говорю по возможности, даже если нет возможности, конечно, молодожены должны жить только отдельно, вот как хотите, нет денег, есть деньги. Но для того, чтобы сохранить семью, я считаю, надо, конечно, молодым уезжать от родителей, потому что, понимаете, что там устои свои уже, и когда приходит молодая невестка, конечно, все раздражает, и по большому счету не складываются отношения. А муж, будем так говорить, любимый человек для мамы и для снохи, конечно, они его, в общем-то, понимаете, как тянут каждый на свою сторону, и он у них получается, как бедненький зайчик, который вот попал вот так вроде как. И женщина-то хорошая получается, не то, что там какие-то, но нормальные. И мама его любит, и, допустим, жена, ну, так бывает. Теперь хочу рассказать вот о чем. Ко мне, допустим, сейчас, вот как вы правильно сказали, очень много случаев у меня участились эти случаи, и обращения участились, будем так говорить, именно по ритуалам, понимаете, вот беда в чем. Вот именно сноха, допустим, заказывает, облетел и сделал уже, допустим, ритуал на свекровь, свекровь начинает в ответ, и, в общем, вот эта вражда, вы понимаете, приводит к очень плохим последствиям. Как я всегда уже говорю, порча, сами понимаете, что это, в первую очередь, болезни, в первую очередь, это все летит и в семье, и в делах, и, допустим, дети начинают болеть, ну, все летит, все рушится. То есть, если одна или другая делает на кого-то, то болеют все. То есть, это как эпидемия гриппа. Ну, вот, как правило, это люди, которые как раз живут вместе, или есть случаи, и когда живут отдельно, но все равно друг друга настолько не любят, что... Нет, 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 не обязательно то, что мы в первый момент сказали. Ну, это, да, это самое распространенное, когда начинаются конфликты, да, на одной кухне, будем говорить. Нет, а тут ситуация другим образом. Совершенно живут в разных городах, совершенно живут в разных районах города, допустим, да, и все равно ненавидят друг друга. Почему? Вот я хочу остановиться вот на чем. У нас, допустим, два типажа мам, да? Одна мама такая активная, которая, допустим, очень любит сына, допустим, и она его, особенно, знаете, вот хочу сказать, не хочу обидеть никого, если женщина воспитывает одна ребенка, ну, именно мальчика, беру, она вкладывает в него душу, она его, понимаете, растит для себя. То есть она, может быть, и не хочет того, что она понимает, что он когда-то женится, будут детки, ждет деток, да, допустим, внуков, но она его растит для себя. Почему? Потому что то, что женщине не досталось в жизни какого-то мужчины, и она вот в этом сыне видит идеал, она все ему отдает, вот она вот, и она считает, вот этот самый любимый мужчина ее в жизни. То есть, понимаете, и когда приходит сноха, вдруг откуда, неважно, у снохи, знаете, вот, может быть, настолько она будет хорошая сноха, вот, как говорят, бриллиант в оправе, да? Но этот бриллиант в оправе же сноха никогда не устроит свекровь. Почему? Потому что она будет считать ее, что это, ну, как, знаете, как воровка, пришла и украла самой дорогой. И отсюда идут конфликты. Какие? Вот просто расскажу вот в практике. Вот именно про бриллиант. Женщина очень достаточно, хорошая, такая молодая, ну, умничка, прям умничка. И свекровь тоже образованная женщина. И вот они, значит, там вроде как и встречаются вместе, и там подарки друг другу дарят, ну, к примеру, да? И вот начинается кровь, значит, просто, знаете, как вот, причем так очень тонко, я бы сказала, ну, просто вот давить эту женщину молодую. Прям давит. И причем, знаете, как она давит ее в присутствии мужа, к примеру, да? Чтобы муж, ну, то есть сын услышал, вот какая-то, что у тебя прическа не такая, хотя у нее все нормально, что у нее там, допустим, платье не такое. То есть показывает, что мама великая, а вот жена у тебя какая-то там недотепа. Конечно, женщина это понимает, конечно, она свекрови не хамит, но она что делает? Она высказывает мужу. Что делает муж, значит, этот сын? Он, получается, он и маму не может бросить, он и жену не хочет бросать, там двое деток у них. И в результате начинаются скандалы. То есть такие скандалы идут дома, просто кошмар. И мальчик, значит, это наш мужчина, бегает к маме, мама его прозванивает ему и говорит так, ты, дорогой, приди, допустим, ты там на меня сделай то-то, тот. Конечно, он бежит, он не понимает то, что мама оттягивает его на себя, он даже этого не слышит, понимаете? Начинаем смотреть, начинаем вроде как, почему такая ситуация? Ну почему, вроде как, разговаривали же так и сяк. Начинаем смотреть, мама сделала ритуал. Ритуал на отворот, на себя приворот. Как так можно сделать, скажите? Страдают же дети, страдают же внуки твои, дома-то скандалы идут, понимаете? И живут они и достаточно, и там, и в той семье, и в этой. То есть, понимаете, нет причин, чтобы, допустим, так ненавидеть друг друга. А причина только в том, что, еще раз говорю, мама воспитывала сына для себя, и пришла жена, причем, знаете, придет любая жена, все равно ни одна сноха ей не угодит. То есть, у нее просто увели мужчину, будем так говорить. Именно ее любимого сына. Вот одна ситуация, понимаете? Вторая ситуация. Теперь, наоборот, про сноху рассказываю. Тут, наоборот, у нас все получается. Тут у нас прекрасная кровь, которая, значит, знаете, дала детям все. Вот если все, что можно было в жизни дать, она им дала все. Женщина очень достаточная, самодостаточная и вообще богатая, и она все сделала для своего сына. И вот она приняла сноху, причем, знаете, вот я всегда говорю, почему бывает скандал, да, вот, допустим, в семьях, потому что же как? Женятся, допустим, мальчики с богатой семьей, ну, и социум, да, образованные, а девочку берет, ну, вообще, вот даже образование нету, там, 9 классов, и то неизвестно каких. То есть и социум совершенно разные. И эта девочка, которая, допустим, с такого, да, не с социума именно, она, понимаете, она привыкла думать и видеть то, что она видела всю жизнь в доме. Допустим, пьянки какие-то там были такие, да, допустим, драки какие-то, ну, вот родители там, может быть, даже там, будем говорить, папы не было, мамка, ну, как-то кого-то приводила. То есть ребенок рос вот в таком социуме. Вот. И ей не надо было учиться, ей не надо было, ну, ничего делать. Она вот как росла, так и росла. И вдруг она попадает в интеллигентную семью. И вот начинается, это, значит, свекровь, которую рассказывает моя пациентка, так называемая. Вот. Она начинает все давать, одевать, обувать, ее приводить в порядок, обведет ее там во все, допустим, в ее салоны и делает из нее леди. И что начинает наша снаха делать? Она поняла, что вся жизнь для нее, вместо того, чтобы она, допустим, отглударила эту свекровь, да, сказала, спасибо тебе там, ну, как там, мам, или как она там ее будет называть, она и начала такие кузни строить. А сама эта девочка из деревни. И она, ну, конечно, сын, он видит такое дело. Ну, почему? Ну, тоже любит мать, но он не подсажен на мать, потому что там полная семья. И она, как рассказывает о свекровь, она говорит, я растила не для себя, я понимала, что у меня сын, и я должна его, ну, передать другой женщине. Я буду только помогать, и буду рада, допустим, внукам. И она на самом деле делает так, понимаете? Она живет совершенно другой жизнью, она, то есть, не лезет к ним, она только материально помогает. Что делает это, значит, сын? Ну, ей говорит, ну, в конце концов, снахи, ты совесть-то имеешь, матери, там, спасибо, вроде как, скажи. Ну, идут скандалы, значит, ты мамочку любишь меня? Ну, как всегда, да? Ну, в результате сын говорит, ну, если ты будешь так себя вести, значит, я просто уйду от тебя. Я не собираюсь. А мать вообще вот просто за свекровь не лезет, никакие отношения, просто ходит и жалуется мне, что вот так досяк, она переживает, конечно. Вот, и вот, что вы думаете? Начинаем смотреть, не можем понять, в чем дело. Начинает сын летаться, и заболевает. Вот ее сын, вот этой женщиной, он заболевает просто. Она везде, конечно, подняла все клиники, там все везде обследовала, ничего найти не могут. Ну, парень чахнет, причем парень хороший, образованный. Вот. Она мне говорит, давай посмотрим вроде как, ну, что же такое. Начинаем смотреть, вот эта девочка, как я сказала, у нас в деревне, куда-то она съездила, чего-то она сделала. В общем, она сделала на мать, получается, да, вот на свою свекровь, а взял сын. То есть, по сути, вот если бы вы стали смотреть сына, можно и не увидеть, так? Нет, если бы я стала смотреть сына, я бы сразу увидела. Понимаете, если там порча есть, она есть. Если сделан какой-то ритуал, на любого человека. Если вы принесете фотографию, вот как мы уедем, допустим, я работаю, я сразу вам скажу, есть оно или нет. Нет, я просто говорю о чем. Эта женщина, вот эта сноха, так сказать, вот из этой девочки, да, девочка, она решила, ну, в общем-то, мать, потому что, ну, мать, может, что-то и высказывала в ее адрес, да, там, нелестно, ну, где-то что-то со своей позиции. Но она вредила, по сути, мужу. Она, да, она решила свекровь нейтрализовать таким образом. Ну, может, она хотела и болячку подсадить, или еще что-то, ну, не знаю, какая там была цель. Ну, это, конечно, нейтрализовать, что еще можно сказать. А получилось, что не свекровь взяла, а взял сын, то есть ее муж, понимаете. И в результате наказали ее, вот я почему говорю, всегда вот любые, которые ритуалы, допустим, люди делают вот такие незаконные, есть откаты. Откат, что это такое? Вот наглядный откат. То есть она, получается, что сделала на мать, а получилось на мужа. То есть, понимаете, откат получился. И ей же хуже, если он сейчас, допустим, заболел, к примеру, да, дай бог, чтобы он выздоровел, а он выздоровит обязательно. А если, вот, к примеру, не выздоровит, не пришла бы она, ну, не нашли бы мы эту болячку, ну, он бы просто бы чах, понимаете, если бы мы не заблокировали вот этот ритуал. Чего бы было? Ну, что бы. Конечно, мог бы человек погибнуть. А кто бы от этого пострадал? В первую очередь пострадала бы эта сноха, нечистоплотная, хочу сказать, и двое ее маленьких детей. Вот и все. То есть она, понимаете, она своим ритуалом сделала сама себе беду. То есть, ну, конечно, и свои свои крови, конечно, так переживает. Но, тем не менее, видите, как идет откат. Насколько здесь вообще реально восстановить семью, когда вот такие вещи происходят? Потому что, как я понимаю, здесь и семья может распасться. Да, может распасться. Ну, вы знаете, какая ситуация? Я всегда говорю, вот как. Вот если умная женщина, не важно, свекровь, это взрослая женщина или сноха. Вы знаете, кстати, девочки, у нас очень много порядочных. Вот говорят, ой, там такая-сякая, там начинают, я слушаю, допустим, когда они ко мне приходят уже, взрослая женщина начинает, вот она такая-сякая, я смотрю, да где же она такая-сякая, она нормальная. И если вы, допустим, чем-то обижены, есть же, знаете, как вот многие женщины, вот, допустим, берем свекрови, да, взрослые женщины, когда-то кто-то их тоже обидел, когда-то их, может быть, также свекровь там ненавидела. Где-то что-то какие-то на них она там, ну, где-то какие-то отношения были натянуты. И когда приходит новая в семью девочка, она уже смотрит на нее, как смотрели когда-то на саму, понимаете? И она вот этот переклад делает, это же неправильно. Вот, и вот девочки, кстати, у меня вот, я говорю, сколько ходят на девушку молодых, вы знаете, как они борются за семью? Мать делает, допустим, наоборот, тащит этого сына к себе, даже, может, знаете, говорит, что есть двое детей, там и трое есть, а она говорит, ты ее брось, а я тебе другую найду. А найду ту, которую она, допустим, будет с мамой там, ну, где-то дружить, понимаете? Вот просто назло, не потому что она что-то делает плохое, а просто она не нравится, вот и все. Потому что эта девушка, может быть, выше ее, культурнее ее, понимаете? А свекровь это задевает, я буду так говорить. Вот, ну, есть такие. И вот они приходят ко мне и говорят, давайте что-нибудь сделаем, я борюсь за семью. То есть сын может и уйти к маме, и может там даже не приходить ночевать. Есть такие случаи у меня, есть такие, да, вот мы из моей практики, вот мои пациенты. То есть и она не мать борется за сына, а борется жена, понимаете? Практически, ну, если так разобрать, чужий человек, да? Она его очень любит, к примеру, и она за него борется. Она идет, допустим, и, к примеру, приносит фотографии, мы смотрим и чистим мы. То есть она борется, не мама, которая, наоборот, уводит из семьи, от детей, и, допустим, там, нот жены, а борется сноха. Мать, ну, вот мать-свекровь может не понимать, что она делает плохо? Может, может. Ну, вы знаете, как? Может. Может, это только тогда, допустим, если есть слепая любовь, вот как я говорила. Есть же материя, знаете, какие? Есть очень активные, да, допустим, есть пассивные, к примеру. Но активность в чем заключается? Бывает активность в хорошем плане, вот я как рассказала про мою, да, пациентку, а бывает в плохом, то есть она такая активная, она лезет везде, вот она может сказать, где там что-то там, ну, она, может быть, и не со зла, кстати, почему ты деньги тратишь, а почему она тебе с новой кофточкой, а кто тебе ее купил? То есть, понимаете, она, может, это не со зла, она просто спрашивает, да, но тем самым она вносит негатив, потому что до этого, может, были какие-то скандалы. Вот, но я единственное хочу сказать, если она, не зная того и, к примеру, сделает, то такого быть не может. Если человек идет, он идет конкретно, он идет конкретно, он идет нацелено на то, чтобы уже сделать, нанести удар, допустим, по этому человеку, который он просто терпеть не может. Вот по вашему опыту чаще, кто это делает, это происходит со стороны снохи или все-таки со стороны свекрови? Вот вы знаете, сейчас могу сказать, что выровнялось, вот вы понимаете, я вот говорю, как есть много хороших людей, так есть много сейчас и плохих. И причем, вы знаете, не только, допустим, ну, там мы можем сказать, вот зануды, там пожилые, там туда-сюда, нет, не факт. Вот в моем практике, вот еще раз говорю, было уже несколько случаев. Приходят ко мне молодые девушки, молодые, причем, знаете, как вот, даже я бы сказала, ну, еще они не замуж, ну, живут просто, да, в каком-то время. И вот она мне говорит, вот, вы знаете, у нее есть ребенок, допустим, от первого брака, и она вот живет с этим молодым человеком, уже со вторым. И она мне говорит, вот у меня сын вырастет, вы знаете, что я буду делать? Я так его настрополю против женщин, против снохи, она у меня там, типа, кувыркаться будет. Я говорю, стоп, ты что, ты же сама разошлась только вот с первым мужем, за свекрой. Ты почему вот эту приносишь программу на ребенка, когда он сам себя еще, ему там 4 годика, а ты уже такие вещи делаешь? Ты программу ему ставишь? Ты зачем ему скидываешь в своей жизни? Это же, понимаете, она вот сказала вот это, и она же будет делать, она будет давить, она просто скинет своего ребенка. И вот поэтому я хочу сказать, сейчас очень много и этих женщин, пожилых, которые, ну, здесь набиженные, может быть, что-то там, ну, как-то, да, есть, кстати, и правые же много свекрови, понимаете, правых. Вот, и есть вот такие же девушки молодые, которые говорят, а, ну, и что, подумаешь, ну, и что, закопаю я там, или что-нибудь я ей сделаю, да и пускай там, типа, она уйдет на тот свет. То есть есть и то, и другое. Самостоятельно могут это сделать, вот навести такую порчу? Или все-таки это... Могут, могут. Вы знаете, я хочу сказать, как больше, как правило, я все-таки склоняюсь к тому, что настоящие мастера, ну, допустим, не будут этим заниматься, ну, никогда, потому что у каждой есть, допустим, или у каждой есть какие-то принципы, у каждой есть семьи, или просто какие-то принципы, ну, свои, да, что не пойдут на эту грязь. Это грязь, я считаю, уничтожать человека, и причем зачем. Вот, в основном они, конечно, делают сами. Но вы знаете, как-то вот на прошлой передаче говорила, у кого сильнее энергетика. Если же, допустим, энергетика сильнее у снахи, и она открывает книжки, которые, опять же говорю, нельзя по этому делать, потому что она сделала вот даже этот ритуал, немножко отступлюсь, да, она прочитала, но ни в одной книжке никогда ритуал не будет делан до конца. Вот скажет, вот так, вот так, но никогда, вот поверьте, ну, кто пишет их, они тоже не глупые, они будут раздавать все это дело. И когда эта женщина, допустим, молодая, сделала этот ритуал, она часть грязи с этого ритуала взяла на себя, понимаете, потому что кто это пишет, он скидывает с себя определенную грязь, потому что он уже энергетический тоже, с ним что-то чем занимается, он уже, ну, будем так, заражается этим, Понимаете, а ему скинуть надо? Вот он на ритуал скинул. А она сделала и на себя приняла. То есть я считаю, что это делают, конечно, только самостоятельно. Ирина, реально ли вот в таких случаях восстановить семью, во-первых, а во-вторых, наладить отношения между свекровью и снохой, независимо от того, с какой стороны идет зло? Вот вы знаете, я хочу, Лен, сказать, да. Все-таки я считаю, мое мнение, что да, это работа, сразу говорю, это не просто там поцеловались, мы подарки другую подарили, мы наладили. Если же умная женщина, допустим, либо молодая, либо пожилая, обязательно наладится отношение. Но тут должно обоюдно быть. То есть надо всем понять, у вас один мальчик, один мужчина, которого мама любит, которого, допустим, она его растила, и она понимает, что она вложила в него все, всю душу. И жена, которая очень любит этого человека, который он для нее дорог, она тоже понимает, что он, допустим, будущий отец или уже отец ее детей. И вот эти женщины, я всегда говорю, должны подумать в первую очередь об этом мужчине, а не тянуть его, как, знаете, вот как веревку тянет, кто перетянет. Нет. Вот когда мы тянем друг на друга, мы же кому делаем плохо? Мы делаем плохо самому любимому человеку. Поэтому я считаю, если человек захочет, а особенно женщины, женщины же самые сильные, понимаете, они сильнее мужчин все равно, конечно, наладить можно. Обязательно. Простите эти обиды. Даже можешь забыть на какое-то время. Просто вот забыть и не вспоминать, кто мне что сказал, ты мне сказал или я тебе что сказал. Отпустите эту грязь и подумайте о своем мужчине. Иначе, если будет продолжаться вот эта борьба, человек погибнет. Вот поверьте мне, он либо сопьется, либо он там, допустим, ну что-то случится, вот как я сказала, в моем случае, да, вот у моей пациентки. То есть обязательно надо это дело отпустить. Нельзя вот просто, я говорю, нельзя. Мы же просто наносим вред самому дорогому человеку. Поэтому подумайте, в первую очередь, о нем и мамы, и жены. Вот и все. Если, допустим, отношения изначально были хорошие, вдруг испортились, можно ли думать о том, что да, действительно, кто-то из женщин, да, поучаствовал, там, навел порчу, хотел этого или не хотел. И наоборот, если изначально вот все не ладится, можно ли на 100% сказать, что точно порча? Вы знаете, можно, конечно, можно. Потому что, посмотрите, вот даже разберем такой случай. Если вы, допустим, встретились, ну, с мужчиной, да, вы полюбили, вы пошли в ЗАГС, пример. Ну, я беру такую, да, вот ситуацию. И вы знали, на что вышли, он знал, на что шел. То есть была любовь, либо договоренность. И вдруг резко после свадьбы, там, либо после срока жизни все рушится. Ну, конечно, это уже надо задуматься о том, что не может такого быть. Понимаете? Тем более сейчас, в наш современный мир, все равно люди как-то, ну, я бы так сказала, что живут и до свадьбы. И ничего там зазор не может. Даже хорошо, что люди узнают, да, поближе друг к другу, пока вот они создали семью. Вот, поэтому я что хочу, конечно, сказать, если же у вас что-то пошло не так, если вы видите, ну, вот вообще вот все не так, как-то рушится, конечно, надо обратиться к социалисту, посмотреть, потому что, значит, там есть какая-то, ну, какая-то проблема наведенная. Ну, и у нас буквально пару минут остается до конца программы, как я понимаю, ритуал, да, по традиции. Опять по традиции ритуал, опять всем хочу сказать, можно сидя дома, допустим, там никуда не выходить, никому не ходить, если, допустим, ну, такой момент существует. Вот поругались, допустим, свекровь, там, сноха, там все. Разругались, берем просто вот эту свечку, да, церковную, самую дешевую, зажигаем огонь, ставим воду, и мы просто на свечку говорим все, что мы хотим. То есть мы сначала скидываем с себя, ну, вот, свои ситуации будем, не с себя, а с ситуацией, весь негатив. То есть мы говорим, пускай уйдут скандалы, пускай уйдут, допустим, скандалы с свекровой или с снохой, пускай, допустим, мой сын там придет ко мне и будет, допустим, с моей снохой или с моей свекрой в моей семье. Это обязательно надо сказать, потому что, поверьте, как бы мы ни ругались, семья – это семья. То есть это, допустим, ваша мама, это мама вашего мужа, вы – муж, ну, и ваши детки. Ну, если есть папа, там другой вопрос. Ну, я просто рассказала про маму сегодня, да, поэтому вы должны все наговорить на эту свечку, все плохое, чтобы ушло. Она должна гореть у вас, да. Как только вы все наговорите, вы должны сказать в конце, пусть все скандалы, имя ваше, имя, допустим, там, свекрови, уйдут, все, наступит мир. Да будет так. Это надо повторить семь раз. Просто вот от себя, да, без всякого текста просто. И затушить ее в воде. Все. Свечку вы убираете, значит, воду вы выливаете через окно, только через окно, да, и когда вы будете выливать, вы просто подумайте, все беды, все невзгоды, все скандалы уйдут. Вот и все. В принципе, на эти ритуалы такой легкий, но он очень работает. Ну что, пусть счастливых семей будет больше. А я напоминаю, что наши гости сегодня адепты высшей магии, обладающие уникальным даром гадания, Ирина Никитина. Ирина, спасибо вам большое. И всем добра и счастья, не ругайтесь. Будьте любимы и любите. Субтитры подогнал «Симон»!